В Якорной щели две территории, которые местные жители называют пляжами. Вот этот участок набережной действительно имеет полное право назваться благоустроенным пляжем. В наличии паспорт готовности к сезону, зонты, лежаки, постспасатели. Образовался он недавно, причем благодаря буднам оборудованным РЖД для защиты железной дороги. Они не дают морю вымывать гальку, которую приносят взрослые реки. Пляж. Пляжа у нас здесь не было. То есть он был до вот этой вот стенки, до беседки. И за два года с Головинской речки к нам поступило вот это количество гальки. Она двигается в сторону Сочи. Вот мы сейчас видим, он уже практически дошел до вокзала. Каждый год продвигается где-то в районе 100 метров гальки. Вот поэтому у нас сейчас такой шикарный хороший пляж. Так мы его благоустроили, то есть ждем отдыхающих. А вот эта зона тоже похожа на пляж, но скорее дикий. К нему нет ни прохода, ни подъезда. Зато есть направление, по которому и передвигаются немногочисленные туристы. Чтобы попасть сюда, нужно пройти через здание железнодорожного вокзала, через рамки металлоискателя и досмотр. Потом надо преодолеть путепровод над железной дорогой. И только после этого можно выйти на так называемый пляж. Людей мало, что возможно и привлекает желающих искупаться именно здесь. Сочицы, обратившиеся на прямую линию к президенту, говорили как раз об этой территории. Она муниципальная, но следит за ней РЖД. Мы в ближайшее время обратимся к нашим коллегам из РЖД, попросим их, во-первых, отсыпать эту пляжную территорию, чтобы она стала нормальной, до нормативных значений. А во-вторых, наверное, надо подумать, как все-таки здесь организовать проход, для того, чтобы местные жители могли беспрепятственно ходить на пляжную территорию. Когда это полюбившийся местным жителям территория действительно сможет называться благоустроенным местом отдыха, пока не ясно. Но не исключено, что когда это произойдет, популярности на Дикого пляжа поубавится, ведь тогда он станет общедоступным и будет привлекать много людей.